В эфире программа главной новости. Мы сегодня говорим о том, как не стать жертвами мошенников. В студии Ляйсан Абдуллина, здравствуйте. Я напоминаю, что у нас работают телефоны прямого эфира для жителей города Казани. Это 511-99-66, для жителей районов Татарстана 8-800-500-3255. Тема сегодня очень актуальная, поэтому ждем ваших звонков. Тем более у нас сегодня очень квалифицированный спикер. Это Ирина Петрова, старший помощник, прокурор Республики Татарстан. Здравствуйте, Ирина Степановна. Здравствуйте. Вы знаете, каждый день практически открываю я сводки, и то от МВД, то от Следственного комитета, то от прокуратуры. Каждый день действительно в сводках фигурирует мошенничество, аферисты, обман. Такое ощущение, что процветает, просто расцвет какой-то вот этих вот мошеннических действий. Так ли это, как сегодня ситуация обстоит? Расскажите, пожалуйста. Ну да, на сегодняшний момент, на сегодняшний день очень много лиц, которые совершают мошеннические действия. Даже если посмотреть статистику, например, в 2017 году 862 уголовных дела о мошеннических действиях направлено в суд. В 2018 году 872 таких уголовных дела. Но еще есть большое количество преступлений, которые не зарегистрированы, латентные, потому что люди не хотят сообщать о том, что в отношении них совершены мошеннические действия. А самые распространенные схемы сегодня, можете их назвать? Да, я вот выделила самые распространенные, исходя из материалов уголовных дел, самые распространенные схемы мошенничества. Первая схема, но сейчас она менее распространена, но все равно о ней стоит сказать. Год или полтора года тому назад очень много было уголовных дел. Схема одна и та же. Бабушка или дедушка, пожилой человек сидят дома, им поступает телефонный звонок. Который говорит о том, что человек говорит о том, что я звоню от вашего сына, например, сына. Сын попал в дорожно-транспортное происшествие, его увезли органы ГАИ, то есть он находится в полиции, и для того, чтобы отрегулировать этот вопрос, нужно заплатить 50 тысяч рублей. Но, разумеется, пожилой человек, он эмоциональный, он воспринимает не так трезво, как более помоложе, сразу начинает собирать деньги. Мы знаем, что у пожилых людей деньги находятся дома, на это и рассчитывал мошенник. И им говорят, что сейчас приедет человек и заберет эти деньги. И люди отдают эти деньги. Причем есть еще один момент, они не просто говорят, что они представляют вашего сына или дочь, они же еще и имитируют порой, да, наобум, и срабатывают порой. И срабатывают, причем я помню, я читала одни показания одной потерпевшей бабушки. Она очень правильно сделала, что направила заявление в полицию, то есть возбудили дело. Она говорит, когда я услышала вот точно такой же разговор, я пошла там, взяла свои деньги, и когда эти деньги уже стала упаковывать, вдруг потом подумала и вспомнила, что у меня, оказывается, есть дочь, а не сын. Состояние шока. Состояние шока, да, психологическое состояние шока. И вот это ее спасло, что она вспомнила. И поэтому никакие деньги она никому не отдала. Ирина Степановна, мы психологии жертвы, наверное, чуть попозже вернемся к этой теме, потому что она очень важна, никто не застрахован от этого на самом деле, как бы самонадеянным и не были. Но сейчас следующие схемы, вы хотели три обозначить. Следующая схема мошенничества, она называется фишинг. Это схема такая, которая распространена по всей Российской Федерации. Фишинг, это в переводе с английского называется ловля рыбы на крючок. Это такой вид мошенничества, когда лицо, жертва, само сообщает конфиденциальные данные о своей банковской карте, и мошеннику ничего не остается, как только снять деньги с этой карты. Но это происходит следующим образом. Например, лицо находится дома, ему звонок и говорят, мы из управления по банковским операциям. Ну, выдумывают очень такую организацию, которая никогда не существует, но очень красиво сказано. Разговаривают мошенники тоже очень красиво. Они владеют методами нейролигунистического программирования. Кстати, я сама хотела почитать учебник по нейролигунистическому программированию. Мне специалисты сказали, что очень трудно найти классный учебник в этой области. Очень трудно найти. Они владеют, они очень вежливо разговаривают. И сразу понимают, что надо опять, пусть пожилой или не пожилой, пусть молодой, но человека ввести в шок. И говорят, с вашей карточки операция происходит по списанию денежных средств. Для того, чтобы нам остановить эту операцию, нужен номер вашей карты, нужны ваши данные и нужен код. А мы остановим эту операцию. Человек сразу, особенно если у него много денег на карточке, он сразу, конечно, он сразу сообщает все эти данные. С той стороны, то есть с той стороны телефонной трубки говорят, сейчас вам придет СМС, вы нам эту СМС сообщите, и мы все заблокируем эту операцию. СМС сразу сообщается, и все деньги уходят со счета. Просто еще раз хочу подчеркнуть, неоднократно мы об этом в нашей программе тоже говорили, все-таки при любой сомнительной истории, при любом сомнительном звонке от банка, а ведь еще используются и те самые номера-двойники, с которого, извините, приходит мне оповещение о банковских операциях. Пожалуйста, всегда перезванивайте по тем номерам, которые указаны на обороте вашей карточки, зарплатной или кредитной, и никогда, естественно, вот эти вот три цифры заветные не называйте. Ну, вообще, банк твердо говорит о том, что в 99,9% случаев банк никогда сам не будет звонить клиентам. Вот это надо запомнить каждому. Даже так. Никогда банк не будет звонить. А организации, которые называют мошенники, все они фиктивные, этих организаций никогда нет и не будет. Навряд ли они будут. Спасибо, Ирина Степановна. Следующая у нас еще одна схема. Еще следующая схема мошенничества, которая сейчас тоже очень распространена. У нас вот по данным анализа, ну, где-то около 50, может быть, уже фактов есть. Не по всем, разумеется, потерпевшие направили заявление в полицию. 50 фактов в нашем регионе, в нашей республике есть, где опять звонок и представляется одним из должностных лиц прокуратуры. И говорят о том, что мы вызываем вас в прокуратуру. Но у человека, конечно, шок. За что в прокуратуру его вызывают? Но по пути заедьте, пожалуйста, купите, например, коньяк, так как у нас московская проверка. И, пожалуйста, для наших московских проверяющих мы вам сейчас направим номера телефонов. На эти телефоны, пожалуйста, скиньте им деньги. Ну, человек, конечно, в шоке, которому поступает звонок. За что его в прокуратуру? Он, конечно, когда называют должность должностного лица, который... Я так понимаю, это чин хороший. Да, чин хороший, сообщает, то есть человек понимает, что, может быть, это не кто-то, а руководитель позвонил. И, конечно, шок, конечно, боится человек, и, конечно, он под влиянием вот этого шока, под влиянием страха перед прокуратурой. Наверное, вот хочет... Ну, были такие случаи, что и коньяк покупали, и заправляли, то есть пополняли баланс по телефону. Вот эти три распространенные схемы, которые, если так можно сказать, популярны. Схемы мошенничества. А чтобы предупредить, например, все-таки по последней истории, по последней схеме, как происходит на будущее, чтобы знали наши телезрители, что, может быть, не на каждый звонок представителя человека, который представится высоким чиновником из прокуратуры, и реагировать? Ну, вообще, прокурорский работник, он, конечно, никогда не будет вот просто так звонить или звонить по рядовому гражданину. У нас есть определенный порядок. У нас есть определенный порядок. Мы можем гражданина вызвать. Почему? Потому что у нас есть заявление, мы проводим проверку. Например, работник организации написал заявление, что, например, предположим, директор не выдает нам зарплату. Мы можем проводить проверку в этой организации, но мы заранее должны уведомить организацию, в том числе и директора, что мы проводим проверку, то есть письмо пишется, и уже директор знает, что его организация, так скажем, под колпаком у прокуратуры. Ну вот тогда, когда уже он получил это уведомление, конечно, может звонок, что вот мы вас вызываем, вас только-то. Но директор-то уже знает, что официальное письмо он получил, что его организация проверяется. То есть, а вот просто так, наобум, как вот в этих случаях, которые у нас зафиксированы по всей республике, причем не только в Казани, и в Зеленодольске, и в Челнах, и в других даже районах сельских, просто так, наобум, никто не будет звонить, тем более просить о том, чтобы купить коньяк или заполнить счет телефона. Прокуроры у нас все грамотные люди, они все всегда жизненные явления оценивают прежде всего с точки зрения Уголовного кодекса. Во-первых, то, что просят по телефону, значит, купить что-то дорогостоящее, это по меньшей мере злоупотребление служебным положением, статья 286, каждый прокурор это знает. Ну, по большей мере взятка. Коррупционный фактор. Коррупционный фактор. И поэтому ни один прокурор никогда не будет этого делать. И как бы лицо не боялось, в каком бы шоке не было, должно прежде всего понимать. Давайте посмотрим, что думают наши зрители, наш как раз традиционный опрос в нашей группе ВКонтакте, на тему, которую мы сегодня обсуждаем, мошенники. Мы задали сегодня вопрос, приходилось ли вам становиться объектом внимания мошенников. И любопытный показатель. Смотрите, почти 65,5% опрошенных ответили «да». Отрицательно ответили, соответственно, 34% опрошенных. Это, я так полагаю, говорит о разных формах как раз таких схемах. И звонках телефонных. И учитывая, что это все-таки в социальной сети, в социальной сети тоже довольно распространенное это явление. Как прокомментируете? Ну, вот эти цифры как раз очень подчеркивают мою мысль, которая у меня всегда в голове. Что вот мошенничество, вот при мошенничестве, все-таки самая главная роль играет потерпевший, то есть жертва. Так. У нас есть такая наука виктимологии, учение о жертве. Вот эта виктимология учит как лицу, как гражданину, как человеку не стать жертвой преступления. Вот тут как раз это говорит о том, что все-таки люди все воспринимают эмоционально. Эмоции, они всегда мешают. Ну, если люди, которые постарше, у них, конечно, шок, исходя из состояния их здоровья, исходя из того, что сколько им лет, но в социальных сетях все-таки люди помоложе. И все равно попадаются. Да, попадаются. И все равно они попадаются, потому что они все-таки верят, они трезво не оценивают. Вот, например, я хочу сказать вот случай. У меня моей подруге должностному лицу тоже позвонили, и тоже такая же схема была, представились одним из руководителей прокуратуры. Моя подруга сразу позвонила мне проконсультироваться. То есть, вот когда в качестве совета хочу сказать, вот когда кому-то поступают какие-то звонки, кто-то пишет в социальных сетях, надо прежде всего проконсультироваться с близкими людьми. То есть, оценить ситуацию не, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Оценить ситуацию с точки зрения две, три, четыре человека. То есть, это обсудить. И когда, например, вот мы с вами обсуждаем, это уже ситуация не кажется такой катастрофической, то есть, шока нет, и уже получается, когда обсуждаешь, тогда находишь верное решение. Ну да, вот как накачать вот эту критическую мышцу восприятия таких историй, это, конечно, непростая задача, советчик, я согласна, всегда хорошо. А как, допустим, быть тем, кто, вот я сейчас обращаюсь к тем, кто становился объектом, но вовремя, скажем так, ему удалось обойти эту ситуацию, и удалось избежать каких-то неприятных последствий, он должен просто радоваться, или он должен все-таки бежать в полицию, условно говоря, и писать заявление? Ну, право на обращение, это право каждого, лично должен человек подумать, будет он писать заявление или нет. Если ему не причинен никакой ущерб, но обычно люди, я просто спрашивала, обычно люди рассуждают и говорят, что ущерб не причинен мне, я писать заявление не буду. Но есть люди, которые пишут заявление. Например, в Ахидском районе Казани возбуждено уже три уголовных дела по заявлению, это называется покушение на мошенничество. Ущерба нет, но все равно пытались причинить ущерб лицу путем обмана. И поэтому надо написать заявление и оставить в дежурном отделе полиции по месту жительства потерпевшего. Лишним не будет. Лишним не будет. Но, опять повторяю, это право каждого, право на обращение, это личное право каждого человека. Хорошо, а если гипотетически сотрудники полиции отказались принимать, например, мое заявление, мои действия? Ну, неважно, пострадавший я или избежавший это участие? Вот тут уже можно говорить по закону, есть уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, сотрудники полиции должны принять каждое заявление. Каждое заявление и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, они должны его рассмотреть и принять решение. Сроки рассмотрения три дня, если три дня мало, продлевают до десяти дней, если десять мало, ну, там в некоторых случаях таких сложных, продлевают до тридцати. Потом выносится процессуальное решение. Что такое процессуальное решение? Это или возбуждение уголовного дела, или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но самое главное, я вот с этим столкнулась даже в воскресенье, самое главное, просто я дала консультацию одной потерпевшей, чтобы она пошла с заявлением в отдел полиции, самое главное, в отделе полиции у нее не приняли заявление. Но потом она сказала, что она посоветовалась прокуратурой республики, они там, видимо, испугались и приняли заявление. Принять заявление они должны в обязательном порядке. Они иногда, может быть, читают эти заявления и скажут, тут нет никакого преступления. Это неправильно, они не должны давать оценку. они должны отдавать письменную оценку по истечению тех сроков, о которых я указала. Я потом точку в этом вопросе все равно поставлю, но сейчас у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Здравствуйте. 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 Слушаем ваш вопрос. Моя фамилия Ларюхин Иван Михайлович. Я в свое время, значит, где-то лет шесть назад вложил деньги в кооператив Рост. Значит, Рост развалился, состоялся суд, я, в общем-то, тоже подал в суд, получил решение суда о возмещении денег. Но прошло время, я подал в суд исполнителям, мне прислали обратно документы, что средств нет. Второй раз послал документы, мне прислали тоже, что средств нет. И в конце концов, я остался ни с чем. То есть потерял значительную сумму, которую я копил, в общем-то, работая на пенсии около восьми лет. Вот хотел бы узнать, что мне делать дальше. Спасибо, Иван Михайлович. Ну, получается так, что единственное, что я постановление по каким основаниям они возвратили, то есть они не возбуждали исполнительное производство, это из постановления непонятно. Но если не согласны с постановлением судебного пристава, сначала, видимо, я поняла, районный отдел судебных приставов вынес постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, то тогда надо это постановление обжаловать вышестоящему, то есть главному судебному приставу республики. Если главный судебный пристав республики рассмотрел заявление и отказал в этом заявлении, то тогда можно пожаловаться в органы прокуратуры. Я хочу два слова сказать. Работа судебных приставов, она, конечно, вопрос этот очень больной у всех. Они вызывают массу вопросов, но многие граждане не понимают, что у нас просто так построен закон, у нас все по ступенькам, поэтому надо проходить эти ступеньки. Я благодарю вас, Ирина Степановна, за то, что пришли к нам сегодня вновь поговорить на эту очень острую актуальную тему. Напомню, у нас сегодня в гостях была Ирина Петрова, старший помощник прокурора Республики Татарстан. Это была программа «Главные новости» в студии Лейсана Абдуллина. До свидания.